Это экстренный вызов на канале ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Детям до 16. Готовился расправиться с бывшей подругой и психологом, который хотел ему помочь. Эксполицейский оказался на схамье подсудимых. За решеткой бывший сотрудник ДПС Иван Назаров. Эксполицейский, по версии следствия, еще будучи слугой закона, решил встать на другую его сторону. Расставшись с подругой, молодой человек не успокоился, а принялся закидывать девушку угрозами и требованиями вернуться к нему. О неподобающем поведении своего коллеги узнал ведомственный психолог и попытался урезонить Назарова. Тогда гаишник, по информации правоохранителей, решил разобраться уже не только с бывшей подругой, но и со специалистом. Назаров планировал убить двух лиц, в том числе с использованием киллера. Однако данная информация стала известна сотрудникам управления уголовного розыска по Новосибирской области, которые проводили ряд оперативно-розыскных мероприятий и путем внедрения агента пресекли указанное преступление. В качестве наемного убийцы выступил еще один сотрудник правоохранительных органов. Сейчас он проходит по делу ключевым свидетелем обвинения, однако показывать его на экране нельзя. Псевдокиллер на заседании подробно рассказал, как встречался с Назаровым и получал от него задаток фотографии и личную информацию о жертве. Во время этих бесед по версии следствия подсудимый поделился с наемником планами убрать и психолога, которого винил в своем увольнении из полиции. Считая, что обращение потерпевшим рассматривалось предвзято, необъективно, злоумышленник из мести задумал совершить убийство своего бывшего коллеги. С целью совершения преступления он собрал потерпевшему информацию, приобрел орудие преступления – арбалет. Едва наемник получил гонорар за убийство, заказчика задержали. Во время ареста Иван Назаров общался с прессой. Он утверждал, что его подставили и планировал активно защищаться. Затем признал вину по обоим эпизодам и замолчал. Разбираться во всей этой истории теперь предстоит Фемиде. Уже на следующем заседании суд планирует допросить потерпевшую – ту самую бывшую девушку Назарова, которую он якобы планировал лишить жизни. Анна Скока, Артем Валевич, экстренный вызов. С гранатой на силовиков пьяный дебошир устроил в сауне разборки с правоохранителями. Теперь нездержанному любителю алкоголя грозит наказание по серьезной уголовной статье. В феврале этого года Роман Дроздов отдыхал вместе с друзьями в сауне «Фламинго» в Зайльцовском районе Новосибирска. Веселая компания гуляла до глубокой ночи, а в финале нетрезвые посетители устроили скандал. По версии следствия, они отказались покидать заведение, а также оплачивать проведенное там время. Администратор вызвала наряд вне ведомственной охраны. Однако, увидев людей в форме, Дроздов проявил агрессию и начал угрожать сотрудникам Росгвардии ножом. Те вызвали на подмогу полицейских, но раздухарившийся от воздействия алкоголя фигурант и не думал успокаиваться. Спустя непродолжительное время на помощь сотрудникам правоохранительных органов прибыло еще два сотрудника полиции, после чего ими вновь были высказаны требования к посетителям сауны, в том числе к Дроздову покинуть помещение сауны. После этого Дроздов, недовольный законными действиями сотрудников полиции, стал демонстрировать у себя в руках учебную гранату, схожую по форме и размерам с боевой гранатой. Однако, стражи порядка не испугались и обезвредили Буяна с гранатой. В отношении него Следственный комитет возбудил и расследовал двухэпизодное уголовное дело по факту угроз применения насилия в отношении представителей власти. Вскоре фигурант предстанет перед судом. Леонид Лишенко, Артем Валевич, Экстренный вызов. В деле о массовых беспорядках в Тагучинской колонии появился обвиняемый и добавились новые статьи. Следственный комитет определился с квалификацией действий заключенного, из-за которого начался весь сырбор. 24-летнему заключенному уже предъявили обвинение в призывах к массовым беспорядкам, а также угрозе применения насилия в отношении сотрудника исправительной колонии номер 14. По версии следствия, в субботу днем молодого человека за систематическое нарушение дисциплины решили поместить в отряд со строгими условиями содержания. Во время конвоирования преступник упал на землю и устроил настоящую сцену. Товарищи по колонии зэк убедил, что его избили надзиратели. В итоге разгоряченные заключенные сломали забор и повредили несколько камер видеонаблюдения. Доступно рассказали детям о вреде наркотиков. Новосибирские полицейские организовали для школьников креативный урок под открытым небом. Юные зрители не только получили много полезной информации, но и понаблюдали за показательными выступлениями спецназа. Вместо скучной и монотонной лекции – живое общение с сотрудниками и динамичные показательные выступления. Ученики 13-й гимназии явно в восторге от происходящего. Что, впрочем, неудивительно, ведь стражи порядка организовали для них настоящее шоу. На площадке перед учебным заведением проходят показательные выступления отряда специального назначения ГРОМ, Управление по контролю за оборотом морковочков ГУМД России по Новосибирской области. Бойцы спецназа показывают ребятам приемы рукопашного боя, а также демонстрируют процесс задержания условных преступников. Мероприятие проходит в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017». Дети стали не только зрителями, но и активными участниками действа. Некоторые из них смогли на себе проверить, насколько эффективно работает служебная собака, натасканная на обнаружение запрещенных веществ. Бойцы спецподразделения полиции, в свою очередь, продемонстрировали, как они умеют голыми руками обезвреживать вооруженных злоумышленников. Ну а самой зрелищной частью представления стала операция по задержанию преступников на автомобиле. И все же основная цель мероприятия не развлечь детей, а рассказать им об опасности наркотического зелия, которое может в одночасье сломать жизнь любому человеку. Сотрудники полиции постарались сделать так, чтобы школьники усвоили этот материал на всю жизнь. Будем надеяться, что антинаркотический урок поможет ученикам гимназии удержаться от пагубных соблазнов. Леонид Вишенко, Артем Валевич, экстренный вызов. А сотрудники МЧС в последнюю неделю апреля вспоминают своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. На мероприятии, посвященном пожарным, которые спасли жизни новосибирцев ценой своих, побывала наша съемочная группа. Тогда никакой связи не было. Куда пошел? Когда выйдет? Не знает, откуда выходить в дыму. Ничего не видать. Вот и погибли они. Николай Городилов отслужил в пожарной охране без малого три десятка лет. Он знает не понаслышке о страшных событиях, произошедших в 83-м году в подвале жилого дома на улице Ватутина. Тогда, в ночь на 25 ноября, во время ликвидации масштабного ЧП, погибли сразу три огнеборца. Лейтенант Владимир Лисицын и два младших сержанта – Александр Панычев и Анатолий Куликов. Последний так и не увидел свою дочь, которая родилась спустя полгода после трагедии. Трем бойцам ценой своих жизней удалось отстоять здание и спасти жильцов пятиэтажки. По нынешним временам пожары с гибелью личного состава – большая редкость. Огнеборцам помогает опыт и современное оборудование. Конечно, время дает свои тренды, свои инновации. Повышается уровень техники, повышается уровень защищенности личного состава путем оснащения современными образцами вооружения, путем оснащения радиостанциями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Безусловно, это все влияет. Отрабатывается и методика, с учетом внедрения новых образцов вооружения и техники, отрабатываются и новые методики ликвидации и тушения пожаров. Реагирование на сложные ситуации. Чтобы не допустить травмирования, а тем более гибели личного состава, все резонансные пожары сотрудники МЧС анализируют в школе повышения оперативного мастерства. Основная цель таких мероприятий – выявление ошибок для более безопасного спасения людей и их имущества. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова